добрый день друзья такого вот уголка 45 на 45 полка сейчас мы сделаем разметку по длине нам нужно 120 сантиметров теперь нам нужно отпилить вдоль получаю вот такую полосу итак получаем вот такую вот заготовочку да местами где то есть небольшие перепады но мы это будем убирать мы получаем вот такую вот заготовочку она слегка не симметрично но я в процессе равно буду подваривать и ровнять на данный момент нужно отцентровать и просверлить про под нашу ручку непосредственно а потом уже будем изобретать так сказать ответные части гарды это вот такие рога чаролей отступил на шаг геральт надружинился ожидая прыжковый удар я подготовил все элементы для сварки нашей будущей гарды единственно что придется поиграть с углом наклона потому что я думаю что если я сварю вот под тем углом который изначально задумал это будет слишком сварку не буду показывать бессмысленно покажу уже сваренный результат и будем потом зачищать в итоге мы получили после сварки вот такую гарду смотрится она реально то есть симметрично не меньше не больше прям симметрично именно с размерами заготовки мяча сейчас я буду убирать сварку кое-где если будут раковины и будут опять же заливать подваривать то есть полностью разгладить поверхность сделать это и на монолитом а вот так это выглядит с клинком то есть я считаю что это вполне достойный вариант выглядит это по крайней мере соразмерно то есть мы возьмем вот такой вот кругляк он ровно 13 сантиметров по шесть с половиной сантиметров у нас будет готовка нам нужно будет отпилить соответственно сделать две половинки и выпилить четвертинку чтобы согнуть потому что здесь головы волков как раз под буквой г согнем и уже тогда будем обтачивать спустя определенное время мы получаем вот такие вот детали с убранными боковыми гранями считаю что сфрезеровал только коряво фрезеровка болгаркой мощно но не суть мы сгладили грань я специально возьму наверно все таки длинную сторону чтобы они были соразмерные длинная сторона это будет морда а это соответственно шея нам в любом случае приваривать придется к какому-нибудь кольцу который будет закрывать и прикручиваться на саму наконец ручки вот сейчас будем размечать морду и уже дальше страдать хотя я думаю что наверно может быть все таки с первую очередь попробовать залить прорези все наши в итоге два дня стараний не прошли боком мы получили хоть какую-никакую но пародию на каких-то волков головы волков волков ну такое я уже выкладывал в тик ток мне сказали что больше на топиро похоже согласен даже на бегемота наверно но лучше к сожалению я своим инструментом не сделаю меня нет бормашинки у меня есть ограниченный набор надфилей который так уже поломал все вот поэтому остановимся на этом варианте хотя бы ушки сделал более-менее для рукоятки нашего меча я возьму вот такой вот дубовый брус после полчаса стараний с копелем получаем вот такой вот рукоять мы получаем вот такое кольцо сварил его мы подготовили нашу ручку и наше кольцо которое должно стать посредине сейчас задача стоит чтобы ручку распустить вдоль ну и соответственно одеть наше кольцо кольцо получилось неплохим я стоял отверстие специально сделал чтобы можно было закрепить помимо того что посадить на клей так еще и небольшим шурупом получилось распилить вдоль мы выбрали все наши пазы как могли я задолбался если честно и сейчас все намажем и будем клеить повторю еще раз нам нужно просто склеить обратно нашу заготовку ручки то есть нет цели приклеить именно ручку к мечу нам нужно просто склеить обратно чтобы она хотя бы как-то держала чтобы ее можно было обратно потом снять прошли сутки наша ручка вроде как склеивать ну вроде бы да теперь нужно аккуратно изъять сделал разметку здесь немного пришлось исправить вот такой вот дол у нас будет а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok